В Самаре прошло торжественное мероприятие в память о легендарном параде в Куйбышеве в 1941 году. По площади Куйбышева Дорогой Победы прошли участники специальной военной операции, парадные расчеты Вооруженных сил России, силовых структур. Принимали участие и военные учебные центры, вузы, кадетские классы, суворовские училища, юноармейцы. Причем не только из Самары, но и из других регионов Поволжья. От Ульяновской области в параде памяти приняли участие 56 ребят из Корсунской кадетской школы-интерната имени генерал-полковника Чичеватова. Участие ребят стало возможно благодаря содействию регионального отделения партии «Единая Россия», предоставившего для поездки транспорт. В первую очередь парад – это память о предыдущих обводах. Как мне кажется, парады должны проходить чаще и память не должна стираться. Начали готовиться за две недели до начала парада. Каждый день у нас были тренировки, где-то полтора часа. По традиции парад начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника. Мотоциклы АМ-600 и АМ-72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. С приветствием к участникам парада обратился полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Сегодняшний день символизирует связь поколений защитников Родины. Сейчас среди участников парада те, кто вновь спустя 10 лет, встал на защиту России. Здесь присутствуют участники специальной военной операции на Украине. И те, кому предстоит направиться в зону боевых действий для защиты мирных граждан. Всего в параде приняли участие больше 10 тысяч человек.